Не так давно на территории Жировичского монастыря открылось красивое здание трапезной. Это многофункциональный комплекс, трапезная для братьев, работников обители, гостиница, конференц-зал, магазины и другие помещения. Трапезные оснащены современным оборудованием, значительно улучшены бытовые условия обитателей монастыря, работников кухни. Вы пором работаете? Да. Вы работали в той трапезной и пришли сюда. Как условия? Ну, конечно, намного лучше, чем старые. Здесь новое оборудование. Очень хорошо нам нравится здесь работать. И проще работать? Проще намного. Проще, легче намного. Братья не жалуются? Пока не жалуются. От заготовки продуктов до начала и окончания приема пищи здесь все начинается и заканчивается усердной молитвой. Многочисленные туристы, паломники по заказу могут подкрепиться в монастырской трапезной. По благословению наместника монастыря архиепископа Гурия, в этом здании открыты пять магазинов. Один из них – кулинария. Здесь есть множество блюд, приготовленных монастырскими кулинарами, особенно популярны блины. Все продукты, из которых готовится блюдо, получены в монастырском хозяйстве. По требованию архиепископа на полях запрещено использовать минеральные удобрения и химикаты. В кулинарии есть большой уютный зал, где помимо обычной трапезы в обед или завтрак, можно заказать проведение именин или других торжеств, правда, без спиртного. И чем вы тут угощаете? Сюда может зайти любой? Да, сюда может зайти любой человек. У нас все, начиная с гарниров, рыбные изделия, выпечка, чай, кофе, сойки. Все свеженькое, все горячее? Все свежее, все теплое. Хлебушек вот сейчас тепленький принесли. Всегда свежая выпечка. Это все сами изготовлены эти? Да, все сами. Мед наш монастырский. Здесь у нас заказывают и День ангела могут, как День рождения, миру отметить. Точно так же и крестины, поминки иногда люди заказывают у нас. У нас на большое количество мест. Уникальна и аптека. Травы, мази, сборы и множество других средств из природной кладовой способны противостоять многим физическим недугам. Все они используются в монастырском медпункте. Ассортимент аптеки пополняется как за счет местной продукции, так и поставляется из России. Особо популярны сборы монастырского чая. Их множество видов. Насильники Жировичского монастыря сами выращивают нужные травы. Это по просьбе наших паломников. Они все время просили, чтобы в нашем монастыре были свои травы. Заказы были паломников. И по благословению владыки Гурья у нас выращиваются эти травы. Особенно у нас пользуется большим спросом кипрей. Это в народном названии Иван-чай. Он заготавливается здесь в монастыре. И кто уже попробовал этот чай, купили, начали им пользоваться, заказывают еще. Еще у нас разные сборы. Тоже местные сборы Жировичского монастыря. Люди тоже приезжают, заказывают. Очень много заявок. И мы выполняем потребности наших паломников. А вот я знаю, что был такой пример, что женщина пользовалась вашими мазями. Ничего ей аптечное не помогало. У нас большим спросом пользуются суставные мази, противовоспалительные. И вот этой мазью кто попробовал и уже привозных не хотят. Им надо только наши местные мази, жировецкие. Где изготавливаются мази? Их изготавливают Русакова, скит Амбросия-Опсинского. То есть специалисты есть у вас? Да, специалисты. Могут без всяких химии излечивать разные недуги человеческие. Помимо того, что, так сказать, духовное излечение, тут получают люди еще и физические и телесные. Физические и телесные, да. Иконы, статуэтки, литература, другая церковная утварь, товары с церковной символикой. Иконы как местной росписи, так и привезенные, к примеру, из Греции. По благословению владыки, в одном из магазинов впервые открыт отдел одежды для женщин-христианок. Отметим, что все без исключения товары освящены. Насильники обители стараются, чтобы все приобретенное в стенах монастыря было для человека полезно. Продолжение следует...